Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и это Страшная История. Я знаю, как сильно вы любите смотреть Страшные Истории на моём канале, поэтому я решила вот так вот начать три дня страшных историй, которые я для вас буду снимать. Естественно, все три истории, которыми я с вами поделюсь, они будут посвящены Хэллоуину, потому что скоро наступит этот долгожданный праздник, и в честь того, что я снимаю первое видео из трёх дней, я решила сделать себе вот такой вот хэллоуинский макияж. Я надеюсь, что он вам нравится, что он немножечко прибавляет атмосферы к моему ролику, и я постараюсь сделать все три истории, которые я буду для вас снимать, максимально интересными. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, и никогда ничего не пропускать, потому что я очень часто выпускаю свои ролики именно премьерами. Также в этом видео я спрятала для вас всего два эмоджи, и ваша цель — внимательно смотреть этот ролик и отыскать эти два эмоджи, отправить в них в директ в Инстаграме. Победители получают сигны, видеоприветики, подписываюсь на ваши аккаунты и многое-многое другое, поэтому смотрите этот ролик от начала до конца. Я искренне надеюсь, что это видео вам понравится, что оно будет очень атмосферное, и, пожалуйста, поддержите меня лайками. Давайте наберём под этим видео 50 тысяч лайков. Я знаю, что вы у меня активные ребята, а я хочу пожелать вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Этой историей со мной поделилась моя подписчица Вероника. Она жила не в самой богатой семье, но так или иначе родители пахали, работали целыми днями, уходили где-то в 5-6 утра из дома и возвращались только в 12 часов. У них было время только на сон, и мама с вечера готовила еду на утро для того, чтобы Вероника могла позавтракать и давала ей определённое количество денег, чтобы она могла пообедать и поужинать в школе, или, может быть, купить какие-то продукты для того, чтобы она что-нибудь вечером для себя готовила. Вероника привыкла жить самостоятельной жизнью, потому что родителей она практически не видела, они постоянно работали или, может быть, скрывали от неё какую-то информацию, или куда-то уезжали и не говорили ей об этом. Вероника училась очень хорошо, у неё было много друзей, но школа не самая лучшая. Очень-очень старая, и по этой школе ходило максимально огромное количество слухов. Однажды в школе Вероника очень сильно задержалась, общавшись со своими друзьями, просиживая на дополнительных занятиях, потому что ей нужно было исправить некоторые оценки. Также в школе у них был небольшой кружок по танцам, куда приводили детей, которые даже в этой школе не обучаются. И Вероника очень любила проводить там своё свободное время, потому что дома сидеть в тишине она не любила, а приводить друзей домой её родители ей категорически не разрешали. Но причину Вероника так и не могла узнать, ведь она каждый день одна, и поэтому ей хотелось проводить как можно больше времени в школе. Так вот, она задержалась в школе где-то часов до семи, до восьми, и на улице уже было на то время темно, потому что зима, потому что темнеет очень-очень рано. И для того, чтобы Веронике попасть домой, нужно было пройти через дорогу небольшого такого леса. Лес был не густой, а просто так, знаете, в кавычках несколько деревьев стояло, но была такая прям, я вам скажу, стрёмненькая аллея, по которой в тёмное время суток ходить не самый лучший вариант. Вероника шла одна, потому что никто в том направлении из её друзей не решался ходить, она уже устала, она очень хотела поскорее лечь спать, приготовить себе ужин, посмотреть телевизор и отдохнуть, потому что она целыми днями тоже была в школе. И тут происходит самое интересное, из-за чего я, в принципе, решила снять это видео, и от этого всё началось. Так как на улице был небольшой слой снега, Вероника услышала, что за ней кто-то идёт, хоть и было достаточно темно, но она внутри чувствовала чьё-то присутствие, будто кто-то за ней идёт, будто кто-то за ней следит. Ей реально стало очень страшно, потому что она боялась обернуться, она шла по этой бесячей аллее одна, у неё телефон сел, кстати, я упустила момент, ребят, извиняюсь об этом, мне сказала, у неё был незаряжен телефон, он просто выключился, так что если бы произошла какая-то странная ситуация, я не знаю, почему она пошла без друзей, она бы не смогла позвонить своим родителям. И она чувствует, что за ней, значит, кто-то идёт. Смирившись силами, минуты через три она решается поворачиваться. Так вот, как только она резко повернулась, она увидела очень странную женщину, которая как-то закопошилась и начала паниковать, типа не ожидала, что Вероника повернётся. Вероника была в таком шоке, ребят, что вы даже представить себе не можете. Это была женщина в таком вот чёрном плаще с чёрными длинными волосями, и вместо белка глаза у неё были просто чёрные глаза, чёрного цвета. Вы представьте себе, вы одна, у вас сел телефон, вы идёте по аллее, вам страшно, и вы понимаете, что видите какую-то странную женщину. Обернувшись, вы охереваете просто от происходящего. Она выглядела настолько страшно и неухоженно, была чем-то похожа на ведьму. Естественно, она сразу бросилась бежать, увидевшей это чудо с ужасным внешним видом. Она просто бежала, сломя голову, и понимала, что эта женщина бежит за ней. Примерно минуты через две, когда Вероника уже была в огромнейшей панике, её всё-таки догнала эта женщина и прислонила ей свои ледяные руки к лицу. Она просто сделала ей вот так и очень сильно сжала лицо. У Вероники была такая паника, что она не понимала двигаться ей, вырываться. У неё просто был ступор, она и не могла пошевелиться. Такое, кстати, у многих людей бывает, когда им страшно, они не хотят, типа, двигаться. Такое даже у меня бывает, когда мне не по себе, и я боюсь уснуть. Я такая, так, лишь бы лишний раз не повернуться. Ставь лайк, если у тебя хоть раз такое было. Эта женщина произнесла несколько странных нерусских слов, держа руки у неё на глазах, и резко отпустила. Вероника, повернувшись, поняла, что никого нет, что она просто исчезла. То ли она повернула в эти леса, на улице было темно. То ли у Вероники был ступор, и до неё не сразу дошло, что эта баба уже давным-давно смылась. Но ей казалось, что она держала руки у неё на лице где-то, ну, минуты две-три точно, мои дорогие. И произнесла всего лишь три или два слова непонятных. И Вероника чуть ли с ума не сошла. Она просто бросилась бежать домой после того, как немножечко постояла в этом ступоре, о котором я вам говорила. Поднявшись домой, она не могла найти ключи в своей сумке, хотя они лежали на самом видном месте. Она просто рылась где-то минут десять, не могла включить телефон. Это просто был её самый худший день в жизни, ребят. Я представляю, каково ей было, и согласитесь, это капец. Как только она пришла домой и поняла, что ей чересчур плохо, она побежала в туалет и решила посмотреть на себя в зеркало. Вы не представляете, что она увидела. Я, прочитав эту историю, ребят, почему-то решила сделать макияж именно такой себе на лицо. Посмотревшись в зеркало, Вероника увидела, что у неё по всему лицу огромное количество вен. Как будто бы у неё кожа превратилась в какую-то плёночку. То ли вены расширились, то ли что-то произошло, но у неё кожа всегда была плотная и хорошая. Она охерила, посмотрев на себя, огромное количество вен по лицу. Сама по себе она достаточно стала бледной. У неё до сих пор кружилась голова и почему-то очень сильно хотелось в туалет. Причём приспичило ей резко в тот момент, когда та странная женщина прислонила руки к лицу. Родители Вероники вернулись где-то часов в 12 и почему-то Вероника сильно ступила и решила притвориться, что она спит. Хотя она не могла уснуть, ей было плохо, её тошнило. Она понимала, что родители уставшие, если они увидят её в таком виде, они поведут её в больницу, им вставать в 5 утра. Она очень любила своих родителей и решила о них позаботиться таким образом, не говоря им, что ей так плохо. Естественно, на утро мама в панике разбудила свою дочку и сказала ей срочно ехать в больницу, потому что вот эти вены на лице у неё не спали. Вероника попросила маму съездить с ней, на что она ей сказала, что нужно зарабатывать деньги и что она вполне себе самостоятельная девушка и может съездить одна в больницу. Мама Вероники дала ей деньги на такси, на еду на этот день и сказала лечись. Вероника часа через два вызвала такси и поехала в больницу. Спала она, кстати, где-то один час и то в полусне, я вам скажу, потому что у неё была то ли бессонница, то ли она находилась в каком-то непонятном пространстве. И у неё постоянно в мыслях была какая-то херня, то ли она оказалась тут, то ли тут, в каком-то странном месте, в том же лесу. Она видела лицо этой женщины и понимала, что она чуть ли не сходит с ума. Как только она села в такси, она поняла, что таксист тоже ведёт себя очень странно. Он не поздоровался в ответ, он очень сильно держал ручки руля, настолько сильно сжав, что Вероника реально что-то заподозрила, у него прям руки тряслись. Спросив у таксиста, всё ли с ним хорошо, он ей резко ответил да, очень громко. И это очень сильно напугало Веронику. Сам водитель водил очень резко, резко поворачивал, не соблюдал правила дорожного движения. Вероника поняла, что всё, что она влипла. Я не понимаю, почему она не вылезла из машины, я не понимаю, почему она решила остаться и ничего не делать. Я реально, ребят, не понимаю, что с этим миром не так, Вероника. Но ты бы всё-таки могла поступить иначе, и всё бы обошлось. Ребят, дальше произошло ЧП на перекрёстке, водитель просто решил проехать прямо, и в них врезалась машина. Очнулась Вероника в больнице и поняла, что они попали в аварию, но на лице и с ней всё было хорошо. Она не поняла, почему у неё это вылетело из головы, она лишь помнила то, что в них въехала машина и всё. И она уже лежала в больнице. Она спросила, сколько времени прошло, врачи ей ответили, что прошёл один день. То есть уже прошло ночь, утро, день, и авария произошла ещё вчера. Сказали, что Вероника была в отключке, и, может быть, она сильно напугалась, но у неё не было ни одной раны. Только лишь оставались вот эти странные вены на лице. И, посмотревшись в зеркало, она поняла, что у неё начинают темнеть глаза. Точно так же белки стали уже какими-то тёмно-серыми. Она становилась какой-то странной и не могла контролировать себя. Её навещали родители, они спрашивали, что случилось, но почему-то Вероника именно им не могла сказать, что, как, почему и зачем. Родителям она позвонила тогда, в тот день, и сказала, что она уже дома. Но почему-то она осталась в школе и пошла поздно вечером домой. Поэтому она подумала, что не стоит говорить родителям, что она им соврала, и молчала о том, что с ней происходит. Спустя три дня после того, как она лежала в этой больнице, у неё были видения, она не могла засыпать, у неё посинело всё лицо, ей стало плохо, её несколько раз клали под капельницу. Ребята, это просто трэш, такого не пожелаешь ни одному человеку. И потом её перевели в психиатрическую больницу, потому что потом у неё начался полный трэш. Она не верила своим глазам, она постоянно видела ту женщину, которая прислонила руки к её лицу. Она говорила родителям, что она кого-то видит, но родители, задавая ей вопрос, не получали абсолютно никакого ответа. Короче, это самый настоящий трэш, ребят, и пролежала она в больнице где-то две недели. Её лечили, родители не понимали, что с ней делать. Вероника так и не рассказала своим родителям всю правду, что на самом деле произошло. Но врачи понимали, что у неё какое-то расстройство, и диагноз так и не могли установить конкретный, что с ней происходит. Потому что то ли это психическое расстройство, то ли это она выпила что-то не то, то ли ей что-то подмешали. Потому что, ребят, у неё были нереальные галлюцинации, ей было плохо, её тошнило, и она стала просто неузнаваемым человеком. Но помнят, она практически каждую деталь, которая с ней происходила, не считая аварии. Потому что целый день у неё пролетел незаметно. Как её дотуда довезли, как на ней не осталось ни одной раны, ни ссадины, ничего, она так и не поняла. Кстати, те деньги, которые ей дали родители, у неё вытащили из кармана, потому что Вероника их так и не нашла. Видимо, таксист просто решил их себе забрать. Через эти две ужасные недели Веронику выписали из больницы. У неё продолжаются какие-то страхи, она до сих пор ходит к психологу, хотя прошёл целый год после того, как эта ситуация произошла. В этой школе раньше была преподавательница, очень странная женщина, которая в итоге покончила жизнь самоубийством. И она продолжает мучить детей, делать какие-то странные вещи. У них в школе пропадал мальчик, и он тоже лежал в психиатрической больнице. Как сказали его родители одной из его близких друзей, то, что он твердил, одно и то же, эта женщина здесь, эта женщина опять ко мне придёт и так далее. Это капец, это самый настоящий капец. Вероника, ещё раз огромное тебе спасибо, что решилась, рассказала мне эту историю. Я уверена, что в жизни у тебя всё будет хорошо. Я понимаю, что всякие мистические сверхъестественные силы существуют, но с этим нужно как-то справляться. И я тебе советую сходить к профессионалу, может быть, к какой-то гадалке или к человеку, который действительно в этом разбирается. Не нужно оставлять это всё так, как есть сейчас. Ещё раз огромное тебе спасибо. А вам, ребят, огромное спасибо за просмотр этого видео. Напоминаю вам то, что два эмоджи я для вас уже спрятала. Если вы их нашли, обязательно кидайте мне их в директ в инстаграме. Я реально в шоке, ребят. Мне становится всё страшнее и страшнее после ваших историй. Люблю каждого. Не забывайте про 50 тысяч лайков под этим видео, а тогда выйдет следующая, вторая история. Я вас всех безумно люблю. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok